Это утро ученики Видновской школы номер 11 начали не с учебы. С конца прошлой недели актив образовательного учреждения занимался сбором и сортировкой гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые решили не покидать свои дома, а остаться на родине. Сегодня школьники грузили коробки с необходимыми товарами. Очень много людей помогали нам, много родителей, много наших учеников просто приносило подарки, гуманитарную помощь точнее. И множество наших активистов помогали все это распределять по коробкам и упаковывать. Порядка 80 коробок, всего более тонны продовольствия. Здесь средства личной гигиены, продукты питания, вода. 11 школа всегда принимает участие в благотворительных акциях, тем более сейчас в такое непростое время. Для нас, для Украины нужно помогать. Чужих детей не бывает, тем более люди в таком положении находятся, в тяжелом. 11 школа к процессу подошла креативно. Грузовой автомобиль ученики украсили плакатом, символом специальной военной операции буквой «З». А по завершению погрузки гуманитарной помощи провели флешмоб в поддержку наших военнослужащих и жителей признанных народных республик. Наши ученики, учителя и родители. Видновская школа номер 11 присоединились к акции «Доброе дело! Наши свои не бросают!» Мы вместе! Похожий флешмоб прошел и в Развилковской школе, ученики которой, вслед за остальными образовательными учреждениями Ленинского городского округа, присоединились к акции «Доброе дело». Мы с жителями Донбасса хотим передать привет нашей подмосковной земле. Здоровья, мира, солнца, тепла. Мы с вами. Среди гуманитарной помощи от Развилковской школы много товаров для детей. Мягкие игрушки, развивающие наборы, книги, шоколад. Чтобы помочь детям, чтобы они жили все нормально. Но взрослым я тоже принесла, например, макароны, воду. Грузовые автомобили для транспортировки гуманитарной помощи традиционно предоставляет руководство муниципального учреждения «Дорсервис». Эта партия груза из Развилки прямым рейсом отправилась в аэропорт Домодедово. Совсем скоро коробки прибудут в пункт назначения, где военные и волонтеры будут раздавать эти необходимые вещи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Юлия Погасьян, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднет.